Привет, это канал I Like Pet, я Таня. Как видите, я собралась переезжать с одной съемной квартиры на другую. Если мой нынешний квартиродатель с любовью относится к домашним животным, то моего будущего квартиродателя мне только предстоит убедить в том, что в питомцах нет ничего плохого. В этом выпуске мы расскажем вам о правилах поиска квартиры для аренды, если у вас есть домашнее животное. Но прежде чем мы начнем, я попрошу вас подписаться на наш канал, так вы не потеряете нас и всегда сможете смотреть видео о животных. У нас много интересного. А еще можно нажать на такую кнопку в виде колокольчика, тогда вы сможете самыми первыми узнавать о новых видео на нашем канале. Только убедитесь, что в настройках вашего смартфона разрешены уведомления от приложения YouTube. Это можно проверить в разделе приложения, который находится в настройках вашего телефона. Как бы было просто, если бы все квартиродатели в мире в своих объявлениях писали, что проживать в их квартирах с домашними животными разрешено. Но, увы, таких объявлений меньшинство. К сожалению, владельцы квартир боятся, что домашние животные нанесут помещению серьезный ущерб, который не сможет исправить ремонт. Но что делать, если ты хозяин милого питомца, который не способен разгромить квартиру? Следовать нашей видеоинструкции. Итак, представляем вам 4 правила, как снять квартиру с домашним животным. Не вздумайте врать о том, что домашнего животного у вас нет. Рано или поздно обман вскроется. Еще до осмотра квартиры при разговоре по телефону узнайте отношение квартиродателя к проживанию с животными. Иногда на сайте у объявления стоит галочка «Можно с животными», а на деле это совсем не так. Если квартиродатель не против животных, но все еще сомневается, покажите ему фотографии и видео с вашим питомцем и расскажите о том, как вы его воспитали. Ваша задача убедить владельца квартиры в том, что ваше животное умное и послушное, а значит ущерб помещению не нанесет. Пообещайте квартиродателю, что вы компенсируете ущерб от повреждений в квартире, если они будут нанесены вашим животным. Отложите на это отдельную сумму и добавьте соответствующий пункт в договор аренды. Составьте опись имущества до того, как вы въедете в квартиру. Этот документ поможет вам, когда вы будете съезжать, не платить за то, что было сломано до вас. Если вы уже снимали квартиру с домашним животным, возьмите рекомендательное письмо от прошлого владельца. Если предыдущий квартиродатель напишет, что вы вовремя платили арендную плату, а ваш питомец не беспокоил соседей и не наносил серьезный ущерб квартире, будущий квартиродатель будет вам больше доверять. Ну что ж, квартиру я нашла и с домашними животными туда пустят. Ну а если вам только предстоит поиск квартиры для аренды, у вас есть домашнее животное, не бойтесь, следуйте перечисленным правилам. Они работают, я их проверила на себе. О других полезных правилах содержания домашних животных вы можете узнать на нашем сайте. Подписывайтесь, читайте и смотрите нас, мы также представлены в социальных сетях. С вами был ilike.pet. До новых видео!